Для того, чтобы спасти нас от вечной смерти, от праздника, 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 он бы поведал нам креститься. Ибо он бежит креститься и родится свыше от Духа Святого. Таким образом, крещение — это рождение души человеческой, от Бога. Второе рождение. Из него мы не сможем продолжать свою жизнь, окончив эту длинную. Поэтому, чтобы воскреснуть и жить в вечности с Богом, и продолжать жизнь райской, как это было у Адама и Евы в раю, нам нужно с вами креститься водою и Духом. Водой троекратным погружением мы крестимся в Таинстве Крещения, в Рамах Божьих. А невидимо в этот момент Дух Святого входит на нас, подобно тому, как Он сошел на Иордане, на Бога Иисуса Христа, в виде голода. И тогда Отец Небесный пролекает слова «Всей мой Сын возлюбленный, а Нем же мое благоволение». Вот мы возвращаем благоволение Божие и гражданским святым крещениям. Омоление, которое мы совершаем в этот день, ну, конечно, каждый должен с нашими силами смотреть и возможностями. Это только воспоминание, символическое воспоминание того действия, которое совершил Спаситель, и которое совершается над нами, крещенными православными христианами. То есть это не повторение, не разогновление христианами, а символическое его воспоминание. Оно полезно и также не только крещеным, но и даже и крещеным всякому человеку, который исповедует Христа Богом, пришедшим во плоти. Поздравляю вас с праздником, желаю вам от Бога милости и, конечно же, просвещения души. Ибо светом евангельским, светом Духа Божьего, светом вечного надлежит нам просветиться. Другое название у этого праздника называется праздник света или праздник просвещения. Это не то, чтобы министерское просвещение, а вот это настоящее, от Бога дается просвещение ума и постепенно освещение тела, которое приобретает вечные свойства. Дай Бог, чтобы каждый из нас это восподобится. Праздник мы сейчас с крещением Господним и благословением Господним допрыгнем на вас и на тех, кто будет сегодня погружаться, и те, кто по слабости немощи не могут этого делать, кушают эту святую воду, кропятся ею и также могут дома помыться, взяв воду из естественных, или даже водопроводных источников, потому что в этот день все водное естество свято, освещено. Божие благословения и мир. Праздник.